Мидиагумулугу, Турция, конец эпохи Юсуф Бекташ Мидиагумулугу, Турция 10 июня 2020 года Столкнувшись с экономическими санкциями западных государств после присоединения Крыма в 2014 году, Россия была вынуждена сказать бай-бай экономике, которая набирала обороты с начала 2000-х годов и росла в среднем на 7-8% в год. После значительного экономического спада в 2015 году в последующие годы наблюдались периоды роста в районе 1%. Лидеру, как бы авторитарен и харизматичен он не был, для того чтобы снискать расположение народа, необходимо прежде всего обеспечить стабильность в экономике. Поэтому экономический спад начиная с 2014 года продолжает вызывать негативную реакцию у российского народа. Сегодня мы еще лучше понимаем, как были правы эксперты, которые в те годы утверждали, что любовь к Крыму будет дорого стоить Путину с экономической точки зрения. То, что в ходе распространения коронавируса Россия поднялась на третье место в мире по количеству случаев заболевания и оказалась в положении страны, получающей помощи за рубежа, а также ожидаемый по итогам года спад экономики почти на 10%. Все это также сказывается на имидже Путина в глазах народа. Все, кто следит за российской внутренней политикой, знают, что примерно через три недели, 1 июля, в России состоится очень важный референдум. Учитывая, что число зараженных коронавирусом россиян приблизилось к 500 тысячам, а число новых случаев за сутки составляет порядка 10 тысяч, кажется, довольно опасно пойти всей страной на голосование. Тем не менее администрация Путина настаивает на скорейшем проведении референдума, и, конечно, на это есть свои причины.